Всем привет! Это продолжение урока по Ornatrix для Cinema 4D. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Также там поместил ссылку на мое новое интервью для 3D-папы и другие интервью, кому интересно. В данном уроке мы поговорим о настройках материала RSH для шерсти. Также я покажу, как нарисовать кастомные цвета или использовать ноду Maxon Noise для этой задачи. Приятного просмотра! Итак, в первую очередь, как я и обещал, я покажу, как добавить данную панель для тех, кто не знает и часто задает мне этот вопрос. Для этого заходим в меню Windows, Customization, CustomizePolites. В итоге у Вас появится окно, в котором можно найти нужные иконки и вынести их на главную панель. Например, чтобы добавить иконки RedshiftRender, Вам нужно написать ключевое слово Redshift. NameFilter. Затем выбираем нужную иконку и просто тянем на верхнюю панель или в любое другое место интерфейса. То есть, как можете заметить, я перетянул несколько нужных мне иконок и теперь не обязательно постоянно идти в меню Redshift. После того, как Вы настроили нужные иконки, Вам нужно зайти в меню Windows, Customization и выбрать Save as Default Scene. В итоге, при следующем запуске у Вас будет сохранен нужный лей-аут. Теперь давайте поговорим о том, как настроить материал для данной шерсти в RedshiftRender. Как покрасить ее внутри Cinema 4D, используя BodyPaint и NoiseCard, похожую на ту, которую я показывал в уроке по OrnatrixFour для 3dsMax. Сначала поговорим о первом способе, а именно о рисовании в BodyPaint. Для этого временно скроем фурбол объект с шерстью и для поверхности, к которой она крепится, создадим отдельный материал, по которому будем рисовать. Потом эту нарисованную текстуру загрузим в Redshift Hair. Я буду показывать именно такой подход, потому что у меня не работает рисование на РС материале. Если кто-то из Вас знает, как это исправить, пожалуйста, напишите об этом в комментарии. Для того, чтобы выбрать рисование по объекту, Вам нужно активировать BodyPaint UVEditLayout. Затем слева в вкладке Materials, создать новый материал. Для этого кликаем два раза в пустом месте, под материалами. После чего перетягиваем данный материал на объект. Нажимаем на иконку креста, чтобы появилась кисть. Этим действием Вы активируете режим рисования. Затем, рядом с материалом появится слегка заметный серый крест. Кликаем на него два раза и в появившемся окне нажимаем ОК. Таким образом, Вы создадите слой с текстурой, по которой можно рисовать любым цветом и кистью. Увеличение или уменьшение радиуса производится квадратными скобками, как в Photoshop. Цвет Вы можете выбрать в панели Colors. Далее рисуем разными цветами по поверхности, чтобы получить разноцветную шерсть. Рисовать можно по объекту и также по ее развертке справа. Затем, чтобы сохранить текстуру в окне развертки, нажимаем на меню File и выбираем Save Texture. Можно сохранить даже в JPEG, так как для цвета этого будет достаточно. Далее возвращаемся в обычный layout. Если Вы его изменяли, то он будет называться Startup User. Снова назначаем RS Hair на данный объект. После чего, открываем настройки материала и в появившемся окне удаляем все атрибуты, связанные с Cinema 4D Hair Attributes. После этого выбираем материал для рисования. Не закрывая окно Retrieve Material и перетягиваем текстуру из слота Texture в окно редактирования RS Hair. Затем, соединяем слот OutColor данной текстуры с синей карточкой и там выбираем Diffuse Color. Тем же действием выбираем еще Eye Reflection Color и Reflection Color. Также Вам нужно добавить ноды Hair Random Color и соединить с появившимся слотами в RS Hair. А текстуру уже соединить с ее синей карточкой и выбрать Color. Далее в настройках ноды RS Hair Random Color вносим немного разнообразия. Для этого изменяем каждый параметр таким образом. После чего, заходим в настройки основного материала RS Hair и сразу же включаем диффузный цвет. Но не на 100%. Для параметра Weight вводим значение равное 0,06. Также увеличиваем значение параметра Glossiness для вкладки Internal Reflection. Затем увеличиваем значение Transmission Weight до 0,6. А Primary Reflection Weight до 0,5. Также Glossiness до 0,92. Этого будет достаточно для рендера шерсти. Теперь снова включаем слой из 4 Ball, который мы выключали ранее. Удаляем модификатор Mesh From Strands, так как в нем нет необходимости. Далее добавляем RS Slides для Light Type, которого выбираем Area. Нажимаем R и с зажатой клавишей Shift направляем его на шерсть. Затем нажимаем E, чтобы передвинуть этот источник освещения и располагаем таким образом. Также увеличиваем интенсивность данного источника света до 10. Кстати, кто не знает, локальная система координат активируется клавишей W. Выбираем ее и поворачиваем источник таким образом. Итак, запускаем Redshift IPR и смотрим, что получается. Кстати, если у Вас долгий Update IPR окна, то можно выбрать Fill Window и сделать его поменьше. Чем меньше окно, тем быстрее обновление. Продолжение следует... Как можете заметить, на шерсти достаточно реалистичный блеск и хорошо виден цвет, который мы рисовали. То есть, все работает правильно. Кстати, если Вы хотите уменьшить нагрузку на видеокарту, то можно установить 1% шерсти во Viewport. И активировать опцию IPR Render Count. Также, при желании Вы можете включить другой IPR, который будет прямо во Viewport. Например, это очень удобно, когда Вы хотите переместить источник освещения. Продолжение следует... Кстати, я хочу обратить Ваше внимание на луполе волоски. Которые достаточно хорошо видны в этой области. Чтобы это исправить, Вы можете увеличить значение параметров Viewpoint Count и Render Point Count для модификатора Detail до 70. И Вы получите более сглаженный результат. Естественно, он будет выглядеть немного по-другому. Так как применен модификатор Freeze. И в зависимости от количества точек, он работает по-разному. Если Вам недостаточно значения равного 70, то можно увеличить его до 100. Также, если Вы хотите сделать немного плотнее шерсть, но при этом не увеличить радиус волоска. Идем в настройки Hair From Guides и увеличиваем количество волосков до 300 000. Вводим это значение для параметра Render Count. Как раз в уроке по 3ds Max я использовал это значение. Когда Вы введете это значение, придется немного подождать и в итоге Вы увидите такой результат. Кстати, давайте удалим текстуру и посмотрим, как выглядит материал без нее. Немного поменяем цвет в RSHare Random Color. Даже с одним оттенком, шерсть выглядит достаточно хорошо. И я думаю, Вы уже поняли, что в настройках материала RSHare нет ничего сложного. При желании, Вы уже сейчас можете посмотреть мой урок по этому материалу, который я показывал в 3ds Max. Настройки идентичны тому, что есть в Cinema 4D. В том уроке я показывал, как настроить материал для разного цвета волос. Но эту методику также можно использовать для шерсти. Итак, как рисовать цветную шерсть, я уже рассказал. Теперь давайте поговорим о процедурной генерации текстуры с помощью Noise. Кстати, я забыл рассказать о еще одной классной ноде в Redshift Hair Position. Давайте сначала поговорим о ней. Еще добавим ноду Ramp, она нам пригодится. В слот Out Vector ноды RS Hair Position подключаем в слот Input ноды RS Ramp. Далее слот Out Color этой ноды подключаем в RS Hair Random Color. И если еще поменять Road Color на темно-зеленый, то Вы увидите, что корни шерсти окрасились в этот цвет. А кончики остались белыми. То есть, получился плавный градиент от корней к кончикам. Давайте цвет кончиков поменяем на красный, чтобы было явно видно его. С помощью этой ноды можно получить более интересный вариант окраски. Например, ее можно использовать для иголок у ежика или дикообраза. Во время использования данного метода, пожалуйста, учитывайте, что если Вы сделали темный градиент, то для правильного блика, Вам нужно создать отдельный рамп для Reflection Слотов. Шерсть будет выглядеть немного светлее, но при этом будет более натуральный блик, чем с одной Ramp нодой для всех слотов. Продолжение следует... Продолжение следует... Это все, что я хотел рассказать о Erase Hair Position и Erase Hair Random Color. Теперь давайте поговорим о Noise ноде. В Cinema 4D есть своя нода для этой задачи. И чтобы ее найти, в окне поиска пишем Noise. Затем перетягиваем в рабочее пространство ноду Maxon Noise. Временно скрываем шерсть и подключаем эту ноду в три слота, которые уже Вам известны в материале Erase Hair. Делаем это для того, чтобы лучше видеть узор из Noise ноды. По крайней мере, мне так намного удобнее настраивать то, что я хочу получить. Потому что с включенной шерстью не всегда удобно настраивать масштаб Noise Pattern. Далее можно выбрать любой тип шума напротив параметра Type. Например, мне очень нравится Ober, с помощью которого можно получить фэнтези узора. Затем настраиваем разные параметры по Вашему усмотрению и включаем шерсть. В итоге, мы видим такой результат. Я рекомендую поэкспериментировать цветом и разными типами Noise. Так как с каждым можно получить что-то интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если выключить шерсть, то вы увидите такой узор. Например, можно сделать такие настройки и получить такой базовый результат. Субтитры создавал DimaTorzok Далее экспериментируем с разными настройками. Добавляем разные ноды. И в итоге получаем такой результат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, урок получился достаточно объемным. Поэтому о модификаторах поговорим уже в следующей части. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok